всем привет я спрайт обрезки рассказываю краткий пересказ значит вчерашний вчерашнего выпуска который я посмотрел беременна в 16 это какой-то пиздос короче бабища ну это обычная чекса которая замерили забеременела я ее буду называть чекса вот а бабища я буду другую бабищу называть короче это чекса такая ля 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 ходит и бац подъезжает к ней заквель на бэхе на своей я вам аруну там прям момент я я вам могу показать это чисто заквель и извините это и последний раз свернулся но чтобы понимали да значит где-то вот здесь вот она там рассказывает кто ее парень вообще да кто он такой кто он по жизни ёпта вот и он там определенный момент ну кучерявый ну решил подкатить так сказать реально к ней очень красиво вот оказалось то что он заквель вот значит прошу заметить да что вот происходит флэкс беременно 16 она выбегает такая вот это 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 чекса вот и тут подъезжает заквель на своей бэхе вот да прошу заметить вот подгоняем под подъезжает заквель и говорит ой тёлка бля и причем это оказывается происходит ну типа они потом переехали в барнаул где заквель flex на это так чисто мем а ее запикапил 26-летний мужик одна с этим заквелем встречается его я буду называть заквель хоть он и не заквель вообще далеко он типа не точно не выглядит как заквель она флэкс с этим заквелем и изначально она с ним флэксит потому что он за нее постоянно платит он ей там покупает знаете чё там всякие ну там подарочки телефон он там ей купил ну и так далее ну вы поняли да вот она такая ну ее фраза знаете такая ну если под не меня обеспечивал значит кого-то другого бы обеспечивал ну и все такое ну вроде нормально начинается выпуск такой думаешь ну ладно ну типа ну окей ему 26 лет но как бы любви все возрасте покорны там да ну нормально если всех устраивает а почему бы нет и тут хуяк и вскрывается то что у заквеля блять жена и уже есть ребенок и уже не у жены в пузе еще один блять ребенок и тут он еще и нахлобучивает нашу чексу блять на еще одного ребенка в живот вы прикиньте ты уже сидишь такой ебой что происходит дальше у него как бы родители да типа есть ну они как бы разведенные но не у нее там мама бабушка сестра вот и они такие ой а нам надо переезжать в москву она такая ой а мне 16 но я останусь блять в барнауле вот и они такие и типа но они там были чё-то знакомы с этим парнем слегонца да я так понял то что он он познакомился все было хорошо вот но я я думаю что ну-ка ну кого бы оставили в 16 лет самой учиться в школе вы прикиньте на обеспечение этого парня то есть они там родители деньги не оставляли вот прикиньте она такая чисто мне 16 лет я буду учиться дальше в школе а вы там езжайте в москву еба это еще один такой звоночек довольно странный ну и короче потом оказывается естественно то что у нее бэйби заур там и все такое а потом оказывается то что естественно жена заквиеля узнала о том что как бы тут есть малолетка какая-то 16 летняя которая как бы залетела вот и что делает эта жена это просто тупица блять короче прикиньте она подает она она тупая на протяжении практически всего выпуска она такая я подаю на развод и потом рассказывает я подала на развод для того чтобы он одумался и вернулся ко мне я я подала на развод чтобы он одумался и ко мне вернулся блять и короче таким образом она делала три раза ну короче все ну девушка беременна 9 месяцев да она она у него полностью все этапы прошли да там не не преждевременная беременность все было вот на протяжении этой беременности 9 месячной значит жена пыталась вернуть своего мужа всякими способами идиотскими такими тупорылыми блять способами но я думала что она будет блять полгода прошло прикинь твой муж да ты женщина твой муж уже полгода живет с какой-то тёлкой его жена такая ну я думал он наиграется с нею с ней я бы его простила ёб твою мать он ее трахал у нее ребенок блять и ты такая ну я бы его простила ебать такой пиздец какой бы ты его простил он тебе изменяет с какой-то 16-летней девкой блять это тут вы уже в разводе все он такой да 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 и ладно блять потом ну ты начинаешь потихонечку не ну чуть чуть недолюбливать эту ну как бы по ходу сюжета да там очень вот прям сюжет хороший блять как фильм по ходу сюжета всего вот этого выпуска ты начинаешь но потихонечку недолюбливать вот его жену ты понимаешь то что ну да как бы она страдает из-за того что он ее бросил но но раз уже разошлись до пароходы как бы то вот но я говорю на раз разошлись пароходы но значит разошлись пароходы да ну куда но но все уже да ну а причем ну мужик нормальный он говорит я там буду платить я хочу встречаться с детьми да он не так что типа а я ухожу оставайся с двумя детьми соси хуя вот нет он как бы нормально он хочет встречаться с этими детьми он просто разлюбил видимо свою жену вот ты начинаешь понимать то что но какая-то это бабища блин жена его ну слишком слишком за него цепляется и потом внезапный поворот значит в начале в начале этот парень ну где-то в первой половине выпуска этот парень снимает майки у него здесь звезды на сиськах здесь звезды на сиськах вот здесь звезды прикиньте набиты наколки я говорю он чё блять сидел на зоне и тут вскрывается то что он сидел на зоне блять из-за того что избил человека пять лет сидел на зоне сука и знаете что вот эта жена от которой он ушел она к нему приезжала все пять лет и они даже женились на зоне блять женились на зоне сука вы прикиньте и ты тут понимаешь что что оказывается это бабища естественно она хочет вернуть блять этого дебила потому что она как бы к нему и даже и на зону ездила и даже женилась блять на нем на зоне ой вышла замуж за него на зоне ты тут начинаешь понимать что ну это пиздец какой это это реально ну один из самых крутых выпусков которые я смотрел потому что там во первых неожиданные повороты а во вторых ну прям конченых людей там нет там есть просто обстоятельства жизненные обстоятельства во всех остальных выпусках беременна в 16 я смотрел почти все всегда есть какая-то мразь либо баба мразь либо парень мразь до который свой писун засовывает непонятно куда вот всегда есть какая-то мразь в этом выпуске not конченых прям людей нету и прям ну очень уж ну кроме я думаю измену очень уж прям конченых поступков тоже нету вот просто есть есть факторы из которых все вытекает вот потом внезапно про это происходит ну хотя парень парень слегка конченый но он и как бы нормальный попали даем чисто пацанским живет он не может устроиться на работу потому что он сидевший и он и его мама живут на деньги которые остались от мертвого брата у мертвого брата был бизнес и остались какие-то гроши и не на эти гроши живут да ну в принципе нормально да но потом оказывается что эти все гроши приходят на мамину карточку а мама решила перестать обеспечивать своего сына в двадцать лет надо же болеть вот и где работай он такой у меня две девушки у них по ребенку я не могу выстроиться на работу потому что я сидевший блять так смешно вот и он там я еще сижу говорю ну вот ну предположим ты девушка да ты начинаешь встречаться с парнем который как бы от своей жены уходит к тину к тебе да ну ты же можешь представить что ну скорее всего в таком случае в будущем тоже самое произойдет и с тобой да ну как бы ну логично логично да то что типа если парень как бы изменяет своей жене с тобой то когда ты станешь его женой он будет тебе изменять с кем-нибудь короче он устроился диджеем в клуб работать диджеем блять и прикиньте чё случилось он пошел сказал то что он на работу а на самом деле он пошел чисто побухать там подкатил какой-то телки с ней там что-то танцевал с ней там что-то лапзался как-то непонятно но такой идиотизм ну во первых кринжова снята потому что ну это все получается ретроспектива да это не ну не снимали его прям вот вот так вот да вот это все сняли наверное уже потом как бы когда эта вся история уже произошла вот ну приходят значит он домой пьяный его вот эта новая тёлка 16-летняя залезает его телефон а он в этом телефоне блять прикиньте сука тварь целует в щеку какую-то пизду да вот и все начинается скандал там чуть ли до развода не доходят и знаете что происходит она его прощает блять там вот я это я хочу быть этим пацаном во первых он ну я бы вам не сказал что он прям очень симпатичный да он просто обычный нормальный парень у него не не так уж и много денег он нам в половине выпуска продал машину у него даже машины нет он каким-то образом пикапе тёлок бесконечно вот у него как-то это получится и все ему все прощают блять абсолютно все его все прощают он знаете какая его отмаза была а я был пьяный я не помню может что-то было может что-то не было все блять все он прощен он причем он был пьяный он был пьяный и и все его 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 прощают я не помню может быть конечно может быть и выбыл я пьяный был я не помню что там вообще я не помню даже ее лицо ну у него какая-то суперспособность то есть наверное у него красноречие очень прокачено я не знаю если бы он в рпг жил в какой-нибудь ну он 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 читер какой-то по жизни ему все все прощают ну и в итоге что получилось в итоге он остался прикиньте жить с малолеткой он сказал то что мне с ней очень нравится и все такое они ходили к психологу вот потому что малолетка тупорылая ёпта такая тупая там баба просто тут ну не это чекса да вот которая беременна она она просто тупая в силу возраста ему 26 он там на своей волне да а ей 16 лет она нихуя не вывозят как как работают но прикиньте короче знаете что происходит он у него как бы двое детей да он хочет их видеть он отец этих детей он реально любит вину видно то что он постоянно борется за эти детей как-то пытается всегда помогать встречаться с ними вот она такая ну и для того чтобы встретиться с детьми надо как бы чтобы мать передала детей да ну получается встретиться со своей бывшей женой по-любому на одно это блять это у всех так но у меня как бы добрый вечер у меня тоже родители разведены да как бы вот здорово вова на вот сына да пуки спасибо вот ну как бы это это либо так происходит либо по решению суда как бы запрещают встречаться с детьми да если ты там супер конченый алкаш или еще какой-нибудь тварь то тебе скорее всего может быть даже запретят с детьми встречаться но ему все можно вот и он он звонит короче своей жене ну потому что ребенку блять два года до или до 1 только что вообще новорожденный он звонит своей жене по ватсапу и говорит покажи детей вот и она говорит вот ребенок вот но там и наша телка да вот тут самая главная героиня которая беременна в 16 она такая говорит не звони блять и вот такой все хуйню весь выпуск такой бред несет не звони я не хочу ее видеть так ты блять живешь чтоб вы понимали он снимает этой беременной чексе квартиру типа за свои деньги она ничего не платит он говорит она мать моих детей ты что несешь тупица блять пошла к психологу начала ныть психологу брать знаете чё и сказали проблема в тебе она такая о да действительно проблема во мне пиздос блять такой пиздос ну и короче что там все в итоге закончилось можно сказать хэппи эндом я бы сказал даже не знаю насколько он для всех там хэппи конечно да да в довольно да в довольно всем я я я потом еще люблю читать обычно выкладывают либо инстаграм и либо интервью с ними потому что выпуски снимаются там где-то год назад полгода назад да и за это время еще что-то может произойти вот ну интересно конечно чё 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 дальше случилось вот но он прикиньте он пошел работать на стройку он он был постоянно безработным гонял на своей бэхе заквиеля вот кайфовал по жизни но у него встретились трудности он не не отчаялся он взял пошел устроился на работу он правда первое время играл в танки онлайн на ноутбуке вот но потом он взял устроился на работу и но видимо и туда и сюда там были зашкваренные моменты конечно некоторые но вообще он вроде даже как бы нормально люблю пукать навстречу на танцполе там алкоголь в кока-коле матом хочешь послать меня горжишь моей ладони до встречи на танцполе там каждый играет роли сегодня я уйду и я если кто не понял